Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе, кнопкой ссылки под видео. Сотрудничество СРФ подставецких стран, как это делает Беларусь или Армения, приведет к среднесрочной перспективе, к потерям для них репутации и экономики. Победа Украина даст постсоветскому пространству возможность наобретения действительной независимости. Такое заявление сделал общественному телеканалу Молдова-1, советник ОПУ Украины Подоляк, передает и ПНМД. «Для нашего постсоветского пространства крайне важно, чтобы Украина нанесла существенное тактическое военное поражение России, тогда вы сможете решить многие вопросы. Постсоветское пространство получит второй шанс, второе дыхание и обретет действительную независимость», – заявил Подоляк. Комментируя новости об акциях поддержки в Армении, российской агрессии против Украины, советник ОПУ, заявил, что в среднесрочной перспективе нельзя работать с РФ, это крайне невыгодно. «Если в начале сотрудничества с РФ может привести к какому-то дополнительному доходу, то в среднесрочной перспективе это приведет к большим прямым экономическим убыткам и к большим репутационным потерям», – заявил советник ОПУ Украины. Подоляк уточнил, что всем странам, включая и Армению, мы рекомендуем как минимум придерживаться жесткого нейтрального статуса, лучше войти в неформальную коалицию множества цивилизованных государств, рынок которых гораздо более объемен, чем рынок РФ, а также рекомендуем придерживаться санкционной политике. Добавим, что бывший министр обороны РМ Шалару заявил, что Молдова важна для Украины и России. Об этом он сообщил в ходе передачи Пункту ЛПИАЗИ на ТВР Молдова. Украинцы обеспокоены ситуацией в Молдове и, по их информации, у России нет военного потенциала, чтобы добраться до Кишинева, хотя они заявили, что Приднестровье их пять стран – Казахстан, Грузия, Армения, Молдова, Украина – уже принадлежат России. Они предполагают, что осенью Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью неких экстремистских сил. «Волнение в Камрате, волнение в Кишиневе. Они могут использовать определенные ситуации, чтобы вызвать недовольство. Вы понимаете, что для Путина сейчас очень важно сменить правительство в Кишиневе. Установить здесь марионеточное, потому что и для Украины, и для Молдовы сегодня очень важна с геостратегической точки зрения», – сказал Шалару, передает ТВР Молдова. Бывший министр обратил внимание на то, что установка марионеточного правительства в Кишиневе станет разрушительным сценарием не только для Украины, которая уже полгода борется за суверенитет против России, но и для других стран, таких как Румыния. Сегодня армия в Приднестровском регионе не имеет возможности причинить слишком много хлопот Украине и может быть уничтожена очень быстро. Но если пророссийское правительство в Кишиневе откроет воздушные пути для россиян, прибывающих в Кишинев, это легализировало бы присутствие Росармии в Приднестровском регионе. Это позволило бы прибыть сюда российским военным и заблокировало бы пути доступа в Украину. «Транспортные коридоры, гумпомощь, торговлю, экспорт из Украины. Это был бы разрушительный сценарий для Украины и не только, а также для всего региона», — отметил Шалару. С другой стороны, румынский журналист из Буковины Марин Герман утверждает, что Румыния много помогает украинским беженцам, чем также рассматривается киевскими властями как дружественное государство. «Из имеющейся у меня информации до этой войны очень мало было известно о Румынии. Было известно, что там есть государство, которое является членом ЕС и НАТО, и всё. Румынию в Киеве мало обсуждают. Теперь все знают, что есть два государства, которые много помогают Украине и украинским беженцам. Речь идёт о Польше, в первую очередь, и Румынии, во вторую. Также в Киеве Румынию воспринимают как государство, которое много помогает украинским беженцам. А в оружии ничего не известно, и мы тоже мало что знаем», — отметил румынский журналист Марин Герман. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.